Мы напоминаем, проект открытой новости продолжает свою работу. Сегодня и завтра мы вещаем из Белокурихи. Президент. Я думаю, что наши телезрители, жители Белокурихи и люди, кто был здесь хотя бы однажды, уже догадались, где мы находимся. Это гора Цирковка, одна из главных достопримечательностей Белокурихи. Только с нее открывается вот такой потрясающий, удивительно красивый вид на окрестности города-курорта. Высота горы 815 метров и попасть сюда можно двумя способами. Либо по канатно-кресельной дороге, время в пути составит примерно 35-40 минут. Ну, либо запастись терпением и силами и преодолеть этот путь пешком. Это займет у вас примерно 2 часа, подъем достаточно крутой. Но для того, чтобы надышаться свежим горным воздухом и воочию увидеть все красоты Алтайского края, я думаю, это того стоит. Впрочем, Цирковка знаменита не только этим, поэтому я предлагаю прогуляться и посмотреть, что здесь еще есть интересного. Ну и вот чем еще знаменита Цирковка, так это тем, что здесь обитают ручные бурундуки. И каждый турист, который сюда попадает, считает своим долгом накормить животное. Сейчас попробуем подойти потихоньку, чтобы не спугнуть и посмотреть, как это происходит. Здравствуйте, вы откуда приехали? Здравствуйте, мы приехали из Барнаула. На отдых? Да, мы приехали посмотреть на Белокуриху, которая славится своими достопримечательностями, своим чистым воздухом. И вот бурундучками. Шипит. Вы первый раз здесь? Нет, мы здесь уже третий раз, нам очень нравится, приезжаем. Скажите, ну а вам до этого когда-то удавалось прям вот с рук покормить бурундука? Нет, конечно, очень интересно это все. Долго прикармливали? Да нет, он быстро подошел. Они здесь ручные. Он быстро подошел, наверное, он просто привык уже к этому. И чем кормите хлеб это? Нет, пряник сладенький. Мы в прошлом году привозили хлеб, он не стал кушать. Вот в этом году пряники взяли, и поэтому уже знаем, чем кормить. Ну вот мы с оператором Иваном Сухосыром прошли уже примерно 400 метров. А все для того, чтобы прийти к еще одной достопримечательности горы Цирковки. Это камень. Камень непростой, волшебный. Местные жители говорят, что если положить на него руку и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Итак, вот тот самый волшебный камень. Нужно загадать одно желание, положить одну монетку. Прямо сейчас я это сделаю. Все загадала. Теперь посмотрим, исполнится ли оно. Кстати, говорят, что желание можно загадать только один раз. И местные жители нам рассказали, что однажды на Цирковку приезжал Владимир Путин. И когда он подошел к этому камню, попросил своих охранников оставить его одного, приложил руку и тоже загадал желание. Но позже в одном из интервью глава государства признался, что загадал он стать президентом. Тогда он был еще премьер-министром. Ну и как мы с вами знаем, желание его исполнилось. Поэтому, когда Путина избрали главой государства, никто из белокурихинцев этому не удивился. Впрочем, был ли это пиар-ход или все-таки реальная история, я думаю, не так важно. Потому что люди, которые сюда приходят и загадывают желание, просят о чем-то, могут сами убедиться, что это по-настоящему мистическое место в городе-курорте Белокуриха. Ребята, вы откуда? Я из Москвы. Я приехал, чтобы загадать желание для церковки. Ну, достойное желание, не детское какое-нибудь? Нет, достойное. Чтобы я учился на одни пятерки и чтобы еще раз сюда приехал. Понятно. А вы что загадали? Я загадала свою работу. Кем я хочу быть? А, и кем? То есть ты уже определилась с выбором? Да. И что же это за профессия? Криминалист. Серьезная заявка. Тоже из Москвы? Нет, из Бийска. Коль, ну, конечно, это далеко не все, что можно увидеть на горе Церковка, поэтому у меня предложение. На эфир в 13 часов я тебя подменю, а ты должен обязательно сюда попасть и увидеть всю эту красотищу своими глазами. Ну, а мы с ребятами, оператором Сергея Сидыха и Иваном Сухосыром возвращаемся к вам и будем у открытой студии буквально через 40 минут. До встречи, Коля.